Приветствую вас в новом выпуске на ютубе. Короче, ситуация следующая. Мы вот с этими ребятами, Артем Агарков, Яшка, Артурчик, собрались вновь вместе, чтобы снять для вас крутой видос на Рутуб. Но пока что мы раскатываемся, только-только встретились, находимся в скейт-парке в Ясенево. И опять же таки, видос без особой смысловой нагрузки, но с прикольными трюками. Вау. От Рыжего поступило предложение сделать фибу на велосипеде на огромной грани на Ванетте. А может быть, а почему бы сразу не попробовать на Ванетте-бар? И посмотрите, как она будет. Граня, может, ей не кажется огромной, но она прям вообще вот такая, на которую не хочется особо прыгать. Ярко. Бро, ты камерой испугался? Наверно. Да, да, прям вырвало кусок. Пацаны, не катайтесь на ногейских цепях. Чего с каждым? Пацаны, а что за цепи? Часть и здоровье. Цепи импортные, пацаны, надо отечественные делать. Не позолоченные, а реально караты. Чего с коленом? С коленом все в порядке? Нет. Реально нет? А че? Ну что это за человек-то такой? В чем сложность такой грани? Потому что на нее нужно много ходов? А, ты оппозитную хотел? Нет, ты просто слетал и закрутился хоть на школу. Я понял. Не растерялся парень, но фристайл у нас все. Короче, она огромная, реально. И получается, и достаточно большой угол. Когда на большой скорости в нее, получается, ты просто врезаешься на пейге, ты начинаешь терять хода. И все равно из-за того, что большая скорость, ты быстро поедешь. Как бы это глупо не звучало. Ну да, ты одновременно и хода теряешь, и не уверен, что ты вообще до конца доедешь. И в то же время тебе очень быстро, а тут нужно скурпироваться, чтобы закрутиться на трюк и каждый раз такие небольшие сложности. Каждый раз одно и то же. Каждый раз одно и то же. Я не знаю, откуда были с ОПДС, но такой, конечно, это легче, чем вон эти бар. Вот. О! 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 Готовар! О! О! Хорошо. Это, конечно, уху! Это Ну ты дау! Да ладно, уже не преувеличивайте. Ну ты первый, наверное, в таком сделке и последний. Знаете, вот для меня FIBL OPDS VIP это как, ну типа не суперсложный трюк, потому что я его столько раз сделал в своей жизни, вы себе даже не представляете. И поэтому вот для всех это прям вызывает вау-эффект, а для меня это, ну типа, трюк. Типа сложно. Так приятно, когда такие трюки, типа они прям недоступны другим людям, потому что они потратили тысячи часов на повторы, а для тебя это прям вот так. У нас тут по классике пошла битва за один трюк вообще. Ну у каждого своя связка, естественно, но как бы как только мы ее доберем, тогда мы и будем считаться раскатанными и сможем перейти уже к полноценной съемке рутубчика. По ванете наверх, там на half-cup, на менл по той штуке, на ванете half-cup вниз. Вот это будет классно. Не знаю, насколько это возможно, особенно для меня, но приколь себе. Трюшка, 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 я вижу, я вижу. Эрка, вы чеки? Эрка ну чайки, надо связь! Алло! Эрка валют àака велсить. Алло. Алло. – Я по поводу денег. – Ты куда звонишь? – Капитал «Прожейтищий» на минимум. Вот и звони туда. Ты сделал? Нет. Хорошо. Замечательно. Это хорошо, потому что мы не сняли. У нас тут капитал какой-нибудь. Где Мэнл Троха? Кто взял? Которую ты вложил? Которую я вложил. Пришлось повозиться с ней чуть-чуть. Сделай плит за меня. Не, я такой не люблю. Давай, давай! ДАААА! ДАААА! Дааа! 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 У Мэнл се самая сложная трюк. Дааа! Ты все? Реально? Что нога болит? Главное правило бэймэксера. Вкручивать нужно за долго, до того момента, когда тебе нужно прыгать. А не в последний момент. Потому что в последний момент ты даешь и нагрузки больше, и ты можешь как раз упасть, когда ты нервяешь. Вот он так же, он ехал и начал вкручивать прямо перед гранью. Аккуратнее, ребята. Не то, что держите в голове, что цепь может порваться, но об этом надо думать. Так, все еще минут 5. Кайф вообще. При попытке этого достаточно, что здесь помирать из одного трюка. Вот так вся жизнь, лишь бы говнее искупаться и при какой-то сложный путь, а не идти по легкому. Так, ладно, еще буквально... Две-три попытки и как бы уходим со господа, иначе надо и честь знать, хотя мне очень нравится это задротство. Мне кажется, хотов надо побольше и какой-то чуть-чуть другой угол взять, чтобы меня прямо закидывало на мену нормально. А я прямо в одну точку долбил, ладно, сейчас попробуем побольше разогнаться и заехать чуть не прямо на 90, а дать немного угла перед, а потом можно запрыгнуть на мену. Вдруг поможет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 я уже рассказывал в предыдущем видео именно благодаря рутубу собственно и есть возможность оплачивать оператора и монтажера и снимать классный контент для этому время поэтому буду признателен за вашу поддержку если вы берете по ссылочке посмотрите видос а возможно даже сделайте вообще супер крутое дело и расскажете о том видео если оно вам понравится своим друзьям короче ссылочка ниже приходите смотрите и так же есть телеграм-канал который уже активно растет за последние несколько дней там прибавилось почти тысячи человек чему я рад значит все там происходит интересно и всем все устраивает мир и увидимся в 64 а вы можете прямо сейчас перейти по ссылочке посмотреть новые видосики на рутубе пока пока